МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Высота 102 о новостях Волгограда и области. Чрезвычайная пожароопасность сохраняется. МЧС напоминает о действующем запрете на посещение лесов. Эпопея детсада-долгостроя продолжится. Теперь идет корректировка проекта с метной документацией. Собаки-спасатели всегда готовы прийти на помощь. Форму четвероногим приходится подтверждать на экзаменах. Кольцо деревьев вокруг Волгограда редеет. Город задыхается от отсутствия полноценного зеленого щита. Целую лесополосу в Дзержинском районе вырубила компания из Ростова-на-Дону. Уничтожение деревьев велось без всякого разрешения. Природоохранная прокуратура подсчитала ущерб, который придется возместить. Здесь весной этого года строительная организация, которая занималась прокладкой кабеля, то есть строительством линейных сооружений, без заключения договора, без разработки проекта освоения лесов и без возможности дальнейшей компенсации окружающей среде причиненного вреда, произвела вырубку лесных насаждений. Вот за моей спиной мы видим, находится пустая просека, где раньше были городские леса. Вследствие чего окружающей среде был причинен вред на сумму более 1 миллиона рублей. Площадь снесенных лесных насаждений составила 240 квадратных метров. Сейчас в отношении подрядной организации решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На неопределенный срок вновь откладывается сдача в эксплуатацию детского сада на улице Восточно-Казахстанской в Дзержинском районе Волгограда. Объект начали строить еще в 2013 году. Но случился скандал с оплатой работ не входящих в муниципальный контракт. Ущерб бюджету составил более 12 миллионов рублей. Сейчас на дворе сентябрь 2018-го, а детский сад по-прежнему недостроен. Теперь решено подкорректировать проектно-сметную документацию и предусмотреть в детском учреждении еще и ясельные группы. В мировом соглашении, заключенном между застройщиком и подрядчиком, упоминается о возможности включения объекта в федеральную целевую программу развития образования. В ее рамках можно получить финансирование. Собственно, коррективы в проект вносятся как раз под эту программу. Кинологи-спасатели и их верные помощники сдали экзамен на тренировочной базе Краснослободского поисково-спасательного отряда. По легенде, нужно было найти под завалами выживших людей, не менее трех условно пострадавших. На выполнение поставленной задачи отводилось 20 минут. Эта собачка приехала подтверждать свою аттестацию по классу А. Собака возрастная, ей уже 8 лет. Это не первая ее аттестация. В данный момент она сдавала этап техногенный завал, поиск условно пострадавших. Ну, свою задачу выполнила. Когда собаку обучаем, мы в основном делаем акцент, что это игра. Все кинологические расчеты в ходе экзамена продемонстрировали высокий профессионализм. Они справились с поставленной задачей в среднем за 3 минуты, что в реальной ситуации означает спасение человеческой жизни. На этом все. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok